Начать я хочу разговор с того, что этому обмену растениями, который работает в мире стационарно, то есть вы можете прийти в любой день и поменяться вашими цветами, взять растение с полочки и поставить свое, ему, можно сказать, два с половиной месяца. То есть мы начали с 10 июля этого лета, и за это время у нас произошла очень большая, скажем, трансформация и рост проекта. Во-первых, откуда взялась идея? Как вы знаете, сейчас большой всплеск интереса к растеневодству. Многие, когда сидели дома в коронавирус, начали выращивать на подоконнике у себя горох с детьми, выращивать авокадо и пробовать всякие такие интересные активности. Мы поняли, что это интересно детям, это интересно нам, это хорошее, доброе хобби, это приятное занятие. Обмен растениями в Бресте проводился несколько раз, но он был не стационарным, он был обменом одного дня, то есть можно было прийти на какое-то мероприятие, именно в какое-то конкретное время и поменяться. Но мне, как всегда, нравится, когда ты видишь какой-то проект и думаешь, как можно его усовершенствовать, как можно сделать еще лучше, еще, чтобы людям было удобнее. Именно поэтому обмен растениями, который в мире, он стационарный, и меняться можно в любое время, когда работает кафе. Идея самого обмена мне пришла, если честно, даже не из Бреста, а из Минска, когда я была на нескольких экологических мероприятиях, и там люди очень активно менялись, был очень большой интерес к этой точке, там, где был обмен растениями. У кого не было растения для обмена, тот мог положить просто денежку в баночку специальную и взять любое понравившееся ему растение. Ну, я хоть была с Бреста, понятно, я свои цветы не повезла, да, но я с удовольствием взяла несколько себе растений, еле довезла их до вокзала, но тем не менее я была счастлива, что у меня была такая возможность. Мне захотелось, чтобы такая активность была и в Бресте, и я очень рада, что она получила очень большой отклик. Растения меняются постоянно, обмен происходит довольно-таки активно. Я уже рассказывала, что про наш обмен растениями было снято уже 4 передачи, 2 статьи в прессе, и люди постоянно приходят, постоянно меняются. Ну, это все очень приятно и очень радует, и я понимаю, что это все не зря мы затеяли. Кроме того, что мы меняемся, мы еще тут рисуем. Мы собираемся периодически, примерно раз в две недели, и рисуем, конечно же, растения, то есть мы поддерживаем наш обмен. Как моя одна знакомая сказала, растения – это идеальные портретуемые. Они не дергаются, они не корчат рожи, они могут сидеть долго и рисовать их приятно, они всегда классно получаются. Рисуем мы в основном красками, либо цветными материалами. Мне это очень нравится, потому что, мне кажется, все участники получают от этого больше позитивных эмоций еще. Когда мы рисуем в цвете, когда мы видим наши яркие рисунки друг друга, как-то настроение от этого всего поднимается, и такой некий терапевтический эффект, он тоже присутствует. Я вас приглашаю меняться, приглашаю участвовать, приглашаю вас порисовать. И еще для тех, кто думает о своих проектах, я вот недавно прочитала очень интересную статью психолога. Я поняла, почему обмен растениями успешен, благодаря этой статье. Дело в том, что если строится атомная электростанция, и людей просят обсудить проблемы строительства этой атомной электростанции, или проблемы строительства велопарковки, которая находится рядом с этой же атомной электростанцией, чисто из психологии люди будут обсуждать проблемы велопарковки. Почему? Потому что в этом они разбираются, потому что эта тема им ближе. Чтобы разбираться в строительстве атомной электростанции, надо иметь некоторые компетенции, и люди эту тему будут чисто с точки зрения психологии немножко обходить, потому что они в ней не разбираются. Так же и тут. Мне кажется, в каждой вашей активности, в каждой вашей инициативе должно быть что-то очень простое и очень понятное людям. Тогда будет большая вовлеченность. Мне кажется, вот и с обменом растениям вышло именно так. Спасибо вам всем большое. Я приглашаю всех порисовать.